Так, здрасте. Сегодня последняя лекция на строке, последняя структура данных, суффиксный автомат. Давайте сначала пару слов вернемся к прошлому разу. Немножко про суфф-дерево я скажу хотя бы одно приложение. Значит, что у нас было в прошлый раз? Мы для строки S могли построить суфф-дерево. И, значит, ну зачем это может быть нужно? Такой самый простой пример, чтобы не уходило совсем все на семинары. Значит, можно проверить быстро, является ли данная строка T под строкой S. Является ли T под строкой S? Ну, мы понимаем, да, что в суфф-дерево это сжатый бор на всех суффиксах. Поэтому, значит, если T входит где-то в качестве подстроки в S, вот S, вот T, то тогда, когда я рассматриваю вот такой вот суффикс S, начинающийся в той же позиции, где начинается вхождение T, то, соответственно, этот суффикс начинается на T. То есть, по сути, подстроки S — это префиксы суффиксов. Да, вот это верно. Если и только если, то есть T встречается как подстрока, если и только если, то T — это префикс какого-либо суффикса S. Префикс какого-либо суффикса S. Ну и, значит, чтобы проверить, что T является подстрокой, мне нужно просто посмотреть на наше суфф-дерево, попытаться читать от корня строчку T, и если я ни разу не буду пытаться читать невалидную букву, да, и закончусь либо в вершинке, либо где-то посреди ребра, то, значит, T является подстрокой, потому что T будет префиксом какого-то суффикса, раз я смог его прочитать. Вот. Ну и, соответственно, если я, да, если я закончу где-то в вершине или посреди ребра, то, значит, T — подстрока. Читаем T от корня. Как бы сформулировать? Ну, если смогли прочитать все буквы, вот так. Тутеп строка. Тутеп строка. Ну вот, такое, например, приложение, приложение суфф-дерево. Ну и мы можем не только понять, входит ли T как по строка, но и найти там какое-нибудь вхождение, одно или несколько или вообще все, вот если нужно, или их количество. И это, вот эта штука, она чуть лучше, чем то, что мы разбирали на первой лекции, чем, скажем, префикс функции, когда мы строили там T решетка S, строили префикс функцию или Z функцию и понимали все позиции, где T входит в S. Значит, выигрыш вот этого подхода по сравнению с префикс функцией в том, что мы один раз обработали строчку S, построили по ней какую-то большую структуру суфф-дерево. И затем, если у меня вот этих вот запросов много, там T1, T2 и так далее, для каждой T это я должен сообщить, входит ли она как по строкам, то я на каждый запрос отвечаю за время, пропорциональное длине T этого. За время, пропорциональное длине T этого. А здесь, если бы я строил вот для каждого T3 такую строчку и строил бы префикс функцию, тогда мне нужно было бы еще S, время бы на ответ на каждый запрос было бы еще пропорционально размеру S. И если много запросов, то мне как бы строчку S надо много-много раз прочитать. Вот, поэтому, то есть, эта штука была бы дольше, если было бы много запросов. Ну, это более-менее что-то разумное, потому что если у вас есть какой-то большой там корпус текстов или просто большое какое-то произведение, вы делаете по нему запрос, есть ли в нем там какая-нибудь по строкам, какое-то предложение и так далее. Тогда как раз лучше один раз предобработать ваш большой объем текста и потом задавать вопросы к этой уже структуре, которая на нем построена, чтобы быстро на все отвечать. Вот, понятно эта идея? Хорошо, тогда давайте перехожу к автомату. И тут скажите, пожалуйста, просто, даже не так, поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое конечный детерминированный автомат. Так, ну не все, да, я понимал, что не все вопросы были, есть ли они у нас сегодня. Давайте тогда, то есть это вот то, что должно быть немножко на курсе формалок, как я понял, не у всех есть, поэтому я вкратце обрисую вообще идеологию идеологию конечных автоматов. Мы работаем с детерминированными конечными автоматами. они являются просто графами, ориентированными, на стрелках которых написаны какие-то буквы. Так, сейчас что-нибудь напишем здесь. Вот, что-то такое. Значит, просто картинка, набор вершин, набор ребер, ориентированных, на каждом реберам написана буква. Ну, слово «конечный» значит, что это конечный граф, в нем конечное количество вершин и ребер. Слово «детерминированный» значит, что у нас нету из вершины двух разных стрелок с одной и той же буквой. То есть, скажем, чего-то вот такого не бывает. Но это так же, как у нас было в определении Бора. Мы требовали, чтобы из каждой вершинки, если выходят какие-то ребра, то обязательно символы на них различные. Точно так же и здесь. Вот это слово «детерминированный» означает, что когда вы попадаете в вершину и пытаетесь считать букву «С», вы однозначно знаете, куда пойти. У вас не будет разночтений. Вы, как бы, если стрелка по «С» есть, то она только одна. Вот. Ну и, Соответственно, вот такая картинка — это «детерминированный», конечно, «автомат» DKA. И нужно, значит, еще что-то сказать. Нужно сказать, что есть какое-то выделенное стартовое состояние. Давайте я его назову сейчас «qstart». Стартовое состояние. И какие-то вершинки, помечены терминальными. Я буду перемежать слова «вершина» и «состояние», потому что, как бы, это одно и то же в терминах нашего графа, нашего автомата «вершина» и «состояние». Так вот, значит, какие-то вершинки помечены терминальными. Я, как всегда, их буду вот так вот закрашивать. Это значит примерно следующее, что если мы встанем в начало нашего автомата, в стартовую вершинку, и начнем читать по буквам слова, которые написаны на ребрах, например, вот если мне нужно прочитать «а», я просто перемещаюсь по этому ребру, читаю как бы эту букву и оказываюсь в терминальной вершине. Могу прочитать «с» и тоже окажусь в терминальной вершине. Могу прочитать «а», «б» тоже окажусь в терминальной вершине. Ну и все пути, которые ведут меня в терминальную вершину, это будут слова, которые принимаются автоматом. То есть я даю какое-то слово, например, «а», «б», мы встаем в стартовую вершинку и пытаемся по буквам читать сначала «а», потом «б». И если мы закончились в терминальной вершинке, то говорим, что слово принимается автоматом. Если, соответственно, мы закончились где-нибудь в нетерминальной вершине или вообще пытаемся читать несуществующую букву, например, для слова «а», «б», «с» мы прочитаем а прочитаем b потом пытаемся читать цену такого перехода вообще нету значит мы не можем сделать такой переход а то есть ну вот как было здесь да мы пытаемся читать что-то невалидное тогда мы тоже говорим что такое слово не принимается автоматом значит это не принимается а bb не принимается потому что хоть она и заканчивается вершине но но заканчивается вне терминальной вершинки. Ну а скажем, А принимается, или там С принимается. Потому что если мы начинаем от старта и считаем С, то заканчиваем в терминальной вершинке. Вот, ну такое простое, очень понятное определение того, что такое принимаемая и непринимаемая строка, или там принимаемое слово. Ну и тогда можно сказать, что если А это какой-то автомат, то через ЭЛЯТА можно обозначить множество всех принимаемых им слов. Через ЭЛЯТА обозначим множество всех принимаемых им слов. То есть, такие слова, которые если вы подаете на вход и начинаете от старта и вершинки читать, вы заканчиваете в терминальной вершинке. Так вот, наша цель будет такая. Наша цель будет построить автомат, который принимает в точности все суффиксы строки С и только их. Значит, цель по строке С построить, ну я сразу напишу минимальный, минимальный, ну в каком-то смысле, чтобы он поменьше памяти занимал, скажем. Минимальный, детерминированный конечный автомат, а такой, что ЭЛЯТА, это множество всех суффиксов строки С. Всех суффиксов строки С. Почему не подходит суффиксное дерево? Как минимум потому, что там на ребрах строчки могут быть написаны. Ну, кажется, да. То есть, тут мы хотим именно, чтобы еще мало информации было на ребрах. Да, ну то есть, если бы мы разжали обратно все буквы в эти, в вот такие отдельные ребрышки, то получилось бы просто бор, да, который квадратичный, квадратичный размер может заниматься. Так, ну, значит, тут я уточню, что в множество суффиксов у нас включается ЭПСИЛОН. Включая ЭПСИЛОН. ЭПСИЛОН пустое слово является суффиксом любой строки. Так, минимальность. Мы будем понимать, как просто минимальное число вершин. Минимальное число вершин. Хорошо. Значит, есть следующий аппарат, тоже из теории формальных языков. Давайте мы его быстро введем. Значит, пусть ЭЛЬ язык, то есть какое-то множество слов. В нашем случае мы будем рассматривать язык всех суффиксов в строке С. Икс, ИКСИЛОН какие-то слова. Ну, тогда, во-первых, мы зададим правый контекст для произвольного слова ИКС. Это множество таких слов Z, что ИКС в конкатенации Z это слово из языка L. Это мы будем называть правым контекстом. Правый контекст. ИКС относительно L. Смысл такой. Вот есть у вас какой-то язык, не знаю, там, хороших словарных слов. Или там вот вы пишете какой-нибудь поисковик, есть у вас язык частых запросов. И пользователь вводит ваш поисковик, входит в поисковик, начинает печатать слово, написал X. И вы хотите ему как бы предоставить, как можно закончить этот X, так, чтобы получился один из частых запросов. То есть нужно подсказать такое дополнение, вот как вы вписываете там в гугле что-то, что-то, и вам подсказывают варианты дополнения. Вот то же самое и здесь. Все такие возможные Z, что X в конкатенации Z, то есть если переписать Z справа, получится один из частых запросов. Ну или там одно из слов языка. Это правый контекст, то есть что можно дописать справа, чтобы получилось хорошее слово. Ну и будем говорить, что слова X и Y эквивалентны относительно языка L, если у них одинаковые правые контексты. Если RL от X равно RL от Y. Равно RL от Y. Давайте сразу введем обозначение. Значит, множество всех слов, которые эквивалентны X по данному языку, мы будем обозначать X в квадратных скобках, что как бы значит класс эквивалентности X вот по этому отношению эквивалентности. То есть, ну легко показать, что это отношение эквивалентности, просто потому что здесь задано как бы равенство, что является отношением эквивалентности. Значит, будем обозначать X в квадратных скобках, там относительно языка L. это все слова, которые ему эквивалентны. То есть класс эквивалентности х. Класс эквивалентности х. Вот, ну хорошо. Теорема, которую мы, в принципе, не будем пользоваться, но на всякий случай я ее напомню. Значит, Махила Нероуда. Говорит следующее, что если у вас есть какой-то язык, у которого количество классов эквивалентности вот по этому отношению конечно, то есть вы все возможные слова на свете, то есть все возможные последовательности символов, как слова, разбиваете по вот этим вот классам, по вот этому отношению. Если количество классов конечно, то у вас существует автомат, распознающий L, в котором количество состояния равно как раз числу класса эквивалентности. Давайте запишем. Пусть L — язык. Причем я вот так напишу число классов эквивалентности всех слов конечных. То есть тут я написал множество по всем возможным иксам классов эквивалентности икса. Всего разных классов, конечно, много. Во-первых, нельзя обойтись меньшим числом классов, чем вот это, с одной стороны. С другой стороны, есть автомат, в котором ровно столько состояний. Во-первых, любой автомат, принимающий L, содержит хотя бы к вершин. Ну где k — это количество этих классов эквивалентности. Так. Мощность множества классов эквивалентности. Я вот так напишу. То есть вы все разные слова рассматриваете, все как-то бьется на разные кусочки. Если я нарисую всю сигма-звездочку, то есть все возможные слова, все сигма-звездочка, то у вас все слова разбиваются на какие-то такие классы эквивалентности, попарно не пересекающиеся, в объединении покрывающиеся сигма-звездочка и их конечное количество. Вот это вот k, число этих разных облачков. Вот, значит, любой автомат содержит хотя бы k вершин. Во-вторых, есть автомат, содержащий ровно k вершин. Есть автомат A, принимающий L и содержащий ровно k вершин. Так, было у вас такое на формалках? Шикарно. Значит, нам не нужна будет эта теорема сама по себе, потому что, ну здесь самое интересное, это вторая часть. Вторую часть мы и так сами докажем, то есть мы построим алгоритм, в котором число вершин как раз равно количеству этих классов, поэтому нам на доказательстве теоремы более-менее все равно. Интересно здесь первое, что количество классов должно быть, извините, количество состояний должно быть хотя бы такое, как число классов. Но это довольно просто понять, потому что если у вас есть как-нибудь два слова из разных классов, скажем, x и y, и предположим, что вы при чтении x и y из стартовой вершинки попадаете в одно и то же состояние. Итак, кустарт, вы прочитали по какому-то пути x, прочитали по какому-то пути y и пришли в одну и ту же вершину. Но это тогда значит, что множество способов закончить этот путь до терминальной вершины, то есть множество способов дописать сюда какой-то z, чтобы прийти в терминальную вершину, понятное дело одно и то же, потому что раз вы находитесь в одной вершине, то способов закончить путь в терминальной у вас как бы одно и то же множество. Неважно, как вы сюда пришли, главное только то, как вы ведете себя впоследствии. Поэтому, если слова пришли в одну вершину, то у них обязательно одинаковый класс эквивалентности. А значит, наоборот, если они были из разных классов эквивалентности, то они обязательно должны прийти в разные вершины, потому что иначе у них одинаковый класс. И правый контекст одинаковый, извините. Значит, первый пункт здесь простой, просто от противного доказа, что если два слова из разных классов попали в одну и ту же вершину, то тогда у них обязательно одинаковый правый контекст, и значит, эти классы должны быть объединены. вот поэтому мы неправильно разбили на класс и противоречие так ну хорошо хорошо это мы все сказали да значит теперь мы переходим вот к нашему частному случаю когда мы хотим построить именно что автомат принимающий все суффиксы строки s и только их все суффиксы только их давайте утверждение начнем первое если не так ссорим во первых я скажу что сейчас мы будем рассматривать только по строке с начиная с этого момента рассматриваем только под строки с ну потому что с не под строками ситуация неинтересная у них все не под строки для них для всех правый контекст пустой потому что если у вас есть какая-то не под строка то есть слово не встречающийся в ска под строка то значит у него просто нет вхождения нет ни одного вхождения в с а значит его нельзя никак дополнить до суффикса с нашим случае да когда или этом язык всех суффиксов то мы соответственно ничто не можем приписать так чтобы вот эта конкуренция была бы суффиксом с на поэтому все не под строки лежат в одном и том же классе у которых правый контекст пустой я напишу так rl от не под строка не под строка это пустое множество нельзя ничего дописать чтобы не под строку сделать суффиксом нельзя ничего дописать чтобы не под строку сделать суффиксом вот ну поэтому как бы неинтересно они все идут вместе у них пустой правый контекст их автомат должен не принимать потому что это не ну они не терминала понятное дело раз они не суффиксы поскольку даже не под сроки мы их просто игнорируем автомат их не принимает по ним не будет пути и все и все хорошо дальше давайте жить только в предположении что все что мы рассматриваем на подстроке с тогда такое утверждение значит пусть rl давайте я еще раз зафиксирую что l это язык всех суффиксов с язык всех суффиксов с и так знаешь пусть rl от у равно rl от в то есть это два эквивалентных слова потому что них однако правый контекст тогда я утверждаю что одно из этих слов является суффиксом другого то есть либо у это суффикс в либо в это суффиксу либо в это суффиксу то есть слова с одинаковым правым контекстом то есть лежащий в одном классе эквивалентности они не просто лежат в одном классе эквивалентности а одно слово является суффиксом другого так ну доказательство здесь элементарная раз у них одинаковые правые контексты и они обе под строки да и у его и под строки с поскольку мы сейчас не не постройки не рассматриваем для формального для строгой формулировки утверждения нужно добавить что у него это по строке с но я это выше сказал да поэтому я дальше не буду еще раз подчеркивать но всегда мы работаем с подсроками вот значит у них одинаковые правые контексты они оба не пустые потому что пустые только для не под срок начались хотя бы одно вхождение где они как бы заканчивается одновременно да то есть существует хотя бы одно такое w что у w это слово изель и в w это же слово изель ну раз у них одинаково правый контекст они оба не пустые начались какой-то общий элемент w вот этих правых контекстах но что значит что это слово изель это значит что просто у w это суффикс с это же самое в w это суффикс с к ним можно приписать одну и ту же строчку чтобы получить суффикс с тогда картинка взять и вот такая у нас есть большая строка с есть несколько последних ее символов которые образуют строчку w а дальше вот здесь с одной стороны написано в с другой стране написано в в да ну потому что значит если у меня строка вот такой длины является суффиксом с то значит обязательно w это просто суффикс с а дальше у это все предыдущие символы перед ну перед этим суффиксом то же самое вот здесь да если вот это суффикс то w суффикс а в эти символы которые идут перед ним ну значит вот собственно и получили такую картинку что у и в имеет как бы одну и ту же общую позицию завершения вхождения да то есть в закончится здесь и у заканчивается здесь и тогда просто суффиксом вот этих ну то есть выявлять суффиксом у когда в просто длина короче но если наоборот да у длина короче наоборот у это суффикс в поэтому равенство у класса эквивалентности даже я бы сказал ну достаточно не просто равенство а не пустоты пересечения вот этих двух множеств то есть если есть какое-то общее слово w в и здесь и здесь то тогда одно слово обязательно суффикс другого ну из равенства тем более отследовать понятно хорошо тогда отсюда сразу сразу рождается второе утверждение что пусть значит c какой-то класс эквивалентности класс эквивалентности тогда c выглядит так какая-то строка и несколько ее самых длинных суффиксов я напишу так существует какая-то строка пусть будет такая что c это запятая как мы обозначали сейчас сейчас давайте не давайте без формализма это напишу значит тогда c это какая-то строка и несколько ее самых длинных суффиксов то есть картинка должна быть такая когда мы берем какой-то класс эквивалентности те слова которые попали у которых одинаковый правый контекст картинка такая есть какое-то самое длинное слово в этом классе слова у а затем в этом же классе лежит суффикс без первого символа суффикс без первых двух символов и так далее так далее несколько самых длинных вплоть до какого-то а вот следующий уже суффикс длины еще на один поменьше он будет лежать в другом классе в каком-то там c штрих вот это c вот это c штрих так но доказательство тоже простое значит пусть у это самая длинная строка в c пусть у самая длинная строка в c тогда тогда все остальные строчки из c ее суффиксы по вот этому предыдущему утверждению тогда остальные строки из c и и суффиксы вот то есть мы уже почти что все доказали нужно только доказать что если есть какой-то суффикс в этом c то все более длинные суффиксы тоже там лежат потому что но мы сейчас не доказали что это у и несколько самых длинных мы доказать что-то у несколько ее суффиксов просто да там скажем вот этот у и там какие-то несколько ее суффиксов, не обязательно самые длинные. Остается доказать, что это вот именно, что несколько, ну какой-то отрезок, да, самая длинная строка, чуть поменьше, еще чуть поменьше и так далее, и так далее, то есть, что они все идут сплошняком. Значит, почему в С лежит отрезок суффиксов? Отрезок суффиксов. Ну то есть, вот именно, что они лежат так сплошняком. Самая длинная, чуть покороче и так далее. Ну пусть В лежит в С. Да, рассмотрим какой-то произвольный суффикс В, вот этот вот. Мне хочется доказать, что если В лежит в С, то все более длинные суффиксы У тоже лежат в С. Тогда, собственно, я все докажу, потому что если я возьму самую короткую строчку из С, вот эту вот В, самую короткую, то суффикс длины на один побольше лежит в С, еще на один побольше, еще на один побольше, еще на один, и так вплоть до У. И мы докажем ровно то, что нужно. Если я возьму самую короткую строчку, и все ее большие суффиксы, все, ну, большие суффиксы У, больше, чем вот это В, лежат в С, то мы докажем то, что нужно, да, что это У и несколько ее самых длинных суффиксов. Так, значит, В лежит в С. Ну, давайте напишем, что раз В лежит в С, то у них одинаковые правые контексты, да? РЛ от В равно РЛ от У. И теперь рассмотрим какой-то суффикс вот между ними. Какой-то суффикс В, который длиннее, чем В, но короче, чем У, при этом является суффиксом У. Пусть В суффикс У, причем его длина меньше, сори, больше, чем длина В. То есть рассмотрим какой-то более длинный суффикс. Ну, тогда выполняется следующее простое соотношение. Значит, во-первых, РЛ от В вложено в РЛ от В, так как В — это суффикс В. Вот, но мы такое уже видели, да? Если у меня есть одна строка, которая является суффиксом другой, то обязательно правые контексты вложены. Почему? Потому что вот есть строка С. есть где-то в ней вхождение длинной В и более короткое вхождение В. Да, В суффикс В. Ну, тогда понятно, что если В можно как-то продолжить, то есть если есть какая-то строка вот такая вот, которой можно дополнить В до суффикса, то понятно, что В можно точно так же дополнить до суффикса. Да, просто мы берем вот этот вот более короткий суффикс В и дополняем его тем же самым. Получаем тоже суффикс. Поэтому такое вхождение. Просто потому, что каждое вхождение В в нашу строчку С, оно сопровождается вхождением и В также, потому что есть вот этот вот суффикс, который туда также входит. Поэтому есть такое соотношение. Аналогично, R, L от U вложено в R, L от W. По темным самым причинам у меня W это суффикс U, поэтому есть такое вложение правых контекстов. Ну, и тогда что мы получили? Мы получили такую цепочку. R, L от U вложено в R, L от W вложено в R, L от W. И при этом мы знаем, что вот эти вот два крайние равны по предположению. Мы считаем, ну, то есть мы сказали, что В в том же классе, что и U, значит, у них одинаково правый контекст и по определению. Значит, вот это множество, которое лежит между ними, тоже им всем равно. Значит, R, L от W равно R, L от U. То есть, W тоже лежит в С, потому что в классе лежат все строчки с таким правым контекстом. Все. Значит, действительно, когда мы берем произвольный суффикс, V, лежащий в этом классе, все более длинные тоже в нем обязательно лежат, значит, обязательно C это несколько самых длинных суффиксов в какой-то строке. Хорошо. Так, это мы сделали. Сейчас я время посмотрю. Нормально. Так, хорошо. Значит, давайте еще пару обозначений введем. Обозначение. Значит, ну, мы сказали, что L это язык, образованный всеми суффиксами S и только имя. И мы тогда вводим X с индексом L и там правый контекст с индексом L. Вот мы это можем заменить на X с индексом S и правый контекст тоже с индексом S. Потому что, ну, как бы, понятно, что язык строится по слову, и наоборот, если есть слово, то можно построить... В смысле, язык строится по слову, и наоборот, слово по языку, да? Если у вас есть множество всех суффиксов, то есть это просто самая длинная строка в этом языке. Значит, я буду писать так. Вместо языка писать слово, по которому этот язык построен. Значит, дальше. Longest от какого-то класса эквивалентности C. Это самая длинная строка в этом классе. Самая длинная строка, принадлежащая C. Это вот как здесь у нас была U. Да, самая длинная строка в классе C была U. Мы будем его обозначать через longest. Дальше. Len от класса эквивалентности C. Это просто длина этого longest. Длина — самая длинная строчка, которая в него входит. Вот. А дальше мне нужно будет link от C. Суффиксная ссылка класса C. Суффиксная ссылка. И здесь определение похоже на то, что у нас было всегда раньше, и в ах-карасик, и в суфф-дереве. Значит, суфф-ссылка — это мне нужно отбросить несколько первых символов, то есть оставить как можно больший суффикс, так, чтобы мы перешли в другую вершину. Да, в суфф-дереве у нас было всегда отбрасывание одного символа, потому что там все постройки лежат. Здесь отбрасывание одного символа нас, возможно, оставит внутри класса, поэтому мне придется отбросить несколько символов от longest, так, чтобы попасть в этот другой класс C'. И, соответственно, link будет ввести вот сюда. link от C будет ввести в C'. Так вот, значит, что такое суфф-ссылка? Давайте скажем так. Link от C — это класс эквивалентности строки X, где X — это самый длинный суффикс longest от C, который при этом лежит в другом классе эквивалентности. самый длинный суффикс longest от C, который не лежит в C. Ну, как раз ровно то определение, как я там показывал, да, то есть есть какая-то самая длинная строка U в этом классе. Мы берем самый длинный суффикс, то есть отбрасываем как можно меньше символов из начала, чтобы получилась строка другого класса. И результат, link от класса C — это как раз тот самый класс, класс эквивалентности от X. Ну, тут можно дописать с индексом С, можно не дописывать. Понятно определение? Хорошо. Ну и простое замечание, что мощность C можно посчитать так. Это len от C минус len от link от C. Мощность C — это len от C минус len от link от C. Опять смотрим на эту картинку, понимаем, откуда та формула берется. Значит, len от C — это длина вот этой вот строки. Длина строки U. Len от C. Len от link от C — это длина вот этой вот строки. То есть мы посчитали link, переместились в этот класс. Len от link от него — это длина самой длинной строки. То есть вот она. Len от C'. C' — это link от C. Ну и понятно, что их разность — это как раз количество срок здесь. Да? Можете объяснить, почему у нас в C не лежат все суффиксы U? Почему в C не лежат все суффиксы U? Ну, например, смотрите, может быть такое. Давайте сначала общими словами, потом конкретный пример. Значит, может быть такое, что U входит несколько раз в C. Ну, вот скажем, вот так и вот так. Всего два раза входит. А есть ее какой-то более короткий суффикс, который входит чаще. Например, вот здесь он обязательно входит, но еще входит где-нибудь вот здесь. Да, то есть есть такое вхождение какого-то суффикса U, которое не сопровождается вхождением всего U. Ну, например, какая-то такая картинка. Тогда понятно, что, ну, поскольку просто эта строка встречается чаще, у нее больше правый контекст. То есть вот эти вот суффиксы все еще лежат в этом правом контексте. Ими обоими можно продолжить и U, и вот этот меньший суффикс. Ну, еще вот эта строка тоже лежит в правом контексте. Поэтому у них разные правые контексты, а значит, они обязательно лежат в разных классах. Да, ну, там конкретный пример. Если я рассмотрю строчку A, B, A, B, A, в качестве U я рассмотрю B, A, в качестве меньшего ее суффикса рассмотрю A. Ну, вот то же самое, да? У меня U встречается дважды, вот здесь и вот здесь. Соответственно, правый контекст для строчки U состоит из эпсилона, потому что можно вот здесь вот, ну, ничего не дописывать, получить суффикс. А также из B, A, потому что можно вот к этому вхождению написать B, получить суффикс. А правый контекст строчки вот этой вот V, он также содержит и эпсилон, и B, A, потому что вот после этого A можно написать B, A и получить суффикс. Но также там лежит B, A, B, A, потому что вот к этому A можно написать B, A, B, A и получить суффикс. Ну, все, у них разные правые контексты, поэтому разные обязательно классы эквивалентности. так дальше идем так не хочу эту картинку стирать давайте пока оставим может потом сотрю следующее утверждение критерий longest кредит того что строка является лонгист значит пусть у ну как обычно по строка с строка с тогда равно лонгист в своем классе то есть у равно лонгист от класса эквивалентности по строке с если только есть выполняется одно из двух хотя бы одно из двух у это префикс с у это префикс с либо у можно предварить двумя разными символами то есть существуют какие-то два символа а и b различные такие что а у и б у оба точнее обе обе эти строки являются по строками с под строки с вот такое утверждение что строка является лонгист своем классе то есть вот та самая длинная в своем классе если выполняется одно из двух условий она либо префикс с либо ее можно продолжить влево двумя разными символами ашка и бешкой доказательства давайте сначала скажем что пусть у не равно лонгист от своего класса лонгист отку что значит что она не является лонгистом это значит что есть какая-то строка более длинная чем она ну скажем вот рассмотрим строчку длина на один побольше то есть мы понимаем что картинка всегда такая что это какая-то длинная строка несколько и софиксов и вот у это не та самая длинная строка. Давай тогда рассмотрим строчку на один символ побольше, которая получается дописыванием к у какого-то символа c. Ну, тогда у эквивалентна строке cu, где c — это какой-то символ. То есть можно слева что-то дописать, чтобы мы остались в том же классе. Вот. Ну, тогда что это значит? Это значит, что как бы множество вхождений u в s. Оно такое же, как множество вхождений cu в s. Раз они в одном классе, то у них одинаковый правый контекст, то есть одинаковое множество суффиксов, которые добивают до суффикса. То есть, что то же самое, у них одинаковое множество вхождений. Значит, давайте запишем. Поскольку у них одинаковый правый контекст, r от u равно r от cu, то u и cu имеют одинаковое множество концов вхождений в s. Ну, потому что мы уже неоднократно говорили, что, по сути, правый контекст — это вот вот к этой картинке я вернусь. Значит, правый контекст для какой-то строки u — это такие строчки, что они добивают до суффикса. То есть, если их дописать справа, мы окажемся суффиксом. Тогда, по сути, просто длина этой строки, длина строки из правого контекста задает мне позицию конца вхождения данной строки u. Каждый конец вхождения задает мне… Ну, и наоборот, каждый конец вхождения задает какой-то элемент правого контекста, что если его дописать, получится суффикс. Ну, собственно, вот здесь, да, раз у них правый контекст, то у них одинаковое множество вхождений. Значит, везде, где входит u, входит также и cu. Ну, значит, u — это обязательно не префикс, потому что его можно продлить c-шкой слева во всех вхождениях. И, ну, более того, не существует двух разных символов, таких, что перед u можно написать и a, и b. Да, обязательно любое вхождение u сопровождается, как бы, предваряется символом c. Поэтому неверно ни это, ни это. Потому что если бы оно было префиксом, перед ним нельзя было бы ничего написать. Если бы были разные два символа, то, ну, не каждое вхождение предваряется одним и тем же символом c. Окей? Хорошо. Значит, это мы доказали в одну сторону. Значит, теперь в другую. Пусть u — это лонгист. u — это лонгист, и класса u. Ну, в случае, если u — это префикс, то уже все хорошо. Да, и тогда все доказано. И пусть при этом u — не префикс. u — не префикс s. Потому что если бы оно было префиксом, у меня бы этот случай уже разобрался. u — лонгист, при этом префикс — все хорошо. Значит, пусть u — это лонгист в своем классе, и при этом не префикс s. Давайте я нарисую все вхождения u в s и посмотрю на символ, который предшествует этой самой u во всех этих вхождениях. Значит, вот есть какое-то вхождение u, вот есть вхождение u, и вот, скажем, еще какое-то есть вхождение u. Вполне возможно, они могут пересекаться. Я рассматриваю предыдущий символ перед каждым вхождением. Вот этот, вот этот и вот этот. Как раз поскольку u — это не префикс, то перед каждым вхождением есть какой-то символ. Да, вот эти вот три символа. И моя цель — показать, что есть среди этих трех какие-то хотя бы два различные, что они не все одинаковые. Ну, давайте так и напишем. Значит, рассмотрим все символы перед вхождениями u. Перед вхождениями u. Нам хочется доказать, что среди них есть хотя бы два различных. Есть хотя бы два различных. Потому что, да, если здесь есть какой-нибудь там a и b, то как раз это значит, что a, u можно увидеть как подстрочку, и b, u тоже можно увидеть как подстрочку. Это разные подстроки. Как раз выполняется второе условие. Ну, если это не так, если это неверно, то они все одинаковые. Здесь везде написан какой-то один и тот же символ, скажем, d. то они все равны какому-то d. Получается, что все вхождения u предваряются одним и тем же символом d. То есть нет ни одного вхождения u, перед которым стоял бы другой символ. Ну, тогда это просто значит, что u и du эквивалентны. У них одинаково множество вхождений, потому что перед каждым u стоит d. Значит, они обязаны лежать в одном классе эквивалентности. А мы предположили, что длиннее, чем u, нет ни одной строчки в ее классе. Противоречие. То есть, еще раз, если все символы равны, то u и du лежат в одном классе. Значит, du, ну, длина du, больше, чем longest... Нет, чем... Сейчас, сейчас, да? Чем длина лонгиста в своем классе. Больше, чем длина лонгиста в своем классе. Противоречие. Так, вот, доказали. Значит, у нас теперь есть критерий лонгист. Так, давайте попробуем сделать перерыв на 5 минут. Я попробую найти мел, потому что у меня он кончился. Так, ну, подготовительная работа плюс-минус закончилась. Теперь можно переходить к алгоритму и понимать, значит, что он делает. Алгоритм построения суффиксного автомата. Здесь есть небольшая аналогия с алгоритмом Уканина, который был у нас в прошлый раз, который строил суффдерево. Есть хотя бы два общих, общие точки. Общие, две общие точки. Значит, во-первых, мы также будем его строить инкрементально. Значит, в алгоритме Уканина у нас была какая-то строка, прочитанная в данный момент времени, и у нас было суффдерево для нее. Потом мы добавляли новый символ, и как-то наше дерево перестраивали. Опять новый символ, и наше дерево перестраивали. И так далее. Так же будет и здесь. У меня будет суфф-автомат для текущей версии строки S, и я при просчитывании нового символа буду суфф-автомат перестраивать. Во-первых, инкрементальный подход. То есть, если у меня была какая-то строка S, для которой построен суфф-автомат, то я к ней могу дописать символ какой-то новый C, просто который следует за текущим, и перестроить наш автомат. Так же, как было в алгоритме Укунина. И второе, следующее. Мы также пока что не будем задумываться над терминальностью, проставим ее в самом конце, но будем считать вот эти все остальные, len, link и так далее, все наши остальные параметры, кроме терминальности. Значит, не следим за терминальностью. Мы ее можем проставить в самом конце. Проставим ее. В самом конце. Ну, проставить терминальность в самом конце нетрудно, потому что, если мы рассмотрим состояние, соответствующее самой длинной строке, то есть вообще всей S в конечный момент времени, всей S, это вся самая длинная строка, да, строка S, это какое-то состояние. Понятно, что эта вершинка должна быть терминальной, потому что в ней лежит вот это вот, ну, собственно, суффикс строки S. Потом в этом же состоянии лежат нескольких самых длинных суффиксов, а следующий по длине суффикс уже лежит в другом состоянии, которое получается по суффсилке. Вот. Но если, соответственно, мы от вот этого состояния, от самого длинного, пропрыгиваем по суффсилкам, по каким-то вершинкам, то все, что мы посетим, это как раз вершины, в классе эквивалентности которых лежат только суффиксы. Ну, соответственно, их все нужно пометить терминальными. Поэтому просто в самом конце мы берем вот эту последнюю вершинку, в которой лежит S, прыгаем по ее суффсилкам, и все пройденные вершинки помечаем терминальными. Тогда у меня корректно выставятся все терминальности. Так же было в алгоритме Уканина. Мы никогда не пытались, то есть мы не пытались поддерживать терминальность в каждый момент времени. Мы в самом конце сказали, что вот есть вершина соответствующая суффиксу всей строки, и если мы берем от нее суффсилку, 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 то все вот эти вершинки точно так же нужно пометить терминальными. Поэтому здесь полная аналогия с алгоритмом Уканиным. Но на этом, к сожалению, аналогия заканчивается. Хорошо. Значит, ну вот пусть для строки S у нас построен суффавтомат. Построен суффавтомат. Потом к S приписывается символ C. приписывается символ C. Мы хотим перестроить автомат. Хотим перестроить автомат. Значит, ну вспоминаем, что такое автомат. Это куча вершин и ребер между ними. Причем вершины соответствуют классам эквивалентности. А классы эквивалентности однозначно задаются своими лонгистами. Классы эквивалентности однозначно соответствуют набору лонгистов. Лонгисты. Ну потому что, если у меня есть какие-то классы эквивалентности, то есть про каждый класс написано, какие там есть слова, то достаточно не задавать, какие там есть слова, а просто сказать лонгист в этом классе. Ну и тогда весь класс целиком определится. Потому что если есть какой-то класс с набором строк, есть другой класс с набором строк вот таким вот, тогда если я знаю вот эти две строчки, лонгист в этих двух классах, то я однозначно определяю вот этот класс. Поэтому, чтобы знать разбиение всех подстрок по классам эквивалентности, мне достаточно знать просто, кто является лонгистами. И если я вижу два лонгиста, один из которых является суффиксом другого, то я однозначно определяю один из классов. Поэтому мы будем следить скорее даже не за классами, а просто за поведением лонгистов. Какие строчки Как являются лонгистами, какие не являются, как они себя ведут. Поэтому следим за ними. Значит, тогда вопрос такой. Как меняется множество лонгистов при приписывании вот этого нового символа, когда мне нужно перестроить автомат, как меняется множество тех строк, которые являются лонгистами в своих классах? То есть раньше у меня, скажем, было, ну да, раньше у меня было все классы эквивалентности по строке s, теперь я приписал новый символ, у меня классы эквивалентности перестроились, стали классы эквивалентности по строке s, c. И теперь вопрос, как ведут себя лонгисты. Ну, замечание первое, что если u была лонгистом, если u была лонгист, значит, более формально, u равно лонгист от u в классе эквивалентности относительно s, да, то есть в старой версии строки. Вот если это верно, то u лонгистом останется, то u остается лонгистом. То есть u будет равно лонгист от u уже в новом, ну, относительно новой строке s, c. Это легко понять из вот этого критерия лонгист. Мы понимаем, что лонгист — это в точности те строчки, которые являются префиксами, или у которых есть два разных, как бы, предварения влево, да, продолжения влево. Но тогда если в s u была префиксом или имела два разных продолжения налево, то в большей строке s, c и подавно, да, если она была префиксом, она остается префиксом, если у нее были два вхождения, предваряющиеся разными символами, то и в этой строке тем более это происходит. Это понятно? Поэтому если u была лонгистом, то она лонгистом обязательно останется, да, то есть все, что было лонгистами, у меня обязательно сохранится. Поэтому единственное отличие вот этих вот множества лонгистов при переходе от s к s, c может быть только в том, что появляются какие-то мнения, новые строчки, которые стали лонгистами. Могут только появиться какие-то новые лонгисты. Появятся новые лонгисты. То есть они точно не пропадают, потому что если была когда-то лонгистом, то навсегда лонгистом осталось. Возможно, только какие-то новые появляются. Ну, замечание первое, что строка s, c, вот эта вот новая строка, которая получается при переписывании нового символа, она обязательно новый лонгист. Обязательно. Новый лонгист. Новый лонгист. Потому что эта строка, которая раньше вообще не являлась под строкой s. Раньше у меня была строка s, и s, c в нее точно как под строка не входила, просто потому что она более длинная, чем s. Значит, s, c, это одна, ну, там, одна или одна из, такая строка, что она получила первое свое вхождение, первое единственное вхождение. Ну, и, конечно, она лонгист, потому что нет никакой большей строки в нашей строке, поэтому в классе, который соответствует s, она точно самая длинная. Значит, давайте вот напишем, c равно лонгист от класса, который ее содержит, относительно строчки s, c. Просто потому что s, c раньше строчки не было, а теперь она появилась, и никакой более длинной нету, потому что, поэтому в классе, которая ей соответствует, она самая длинная, Просто потому, что никаких более длинных нет. Хорошо, вот такой один новый лонгис точно появился. С ним ничего не поделаешь. Давайте тогда попытаемся описать, что такое класс этой строки в нашей строке SC. Значит, я утверждаю, что это множество всех… Ну, вот тут давайте я напишу суффиксов в скобочках под строк. Суффиксов. Ладно, просто суффиксов. SC, не являющихся под строками S. Не являющихся под строками S. То есть это такие суффиксы SC. Давайте картинка, да? Вот есть S, вот есть C. Это такие суффиксы SC, которые только что получили вхождение и раньше нигде не встречались. Вот здесь оно есть, а нигде здесь, в предыдущем как бы окошке, в S, они не входили. Ну, почему? Почему? Да, потому что правый контекст, давайте напишем так, правый контекст строчки SC относительно SC это эпсилон. Правый контекст вот этого представителя класса, это обязательно эпсилон и только он. Потому что, ну, как можно дополнить SC до суффикса? Ну, это и так самый длинный суффикс, ничего справа дописать нельзя, можно только пустую строчку дописать, будет суффикс. Больше ничего написать нельзя. Значит, поэтому правый контекст у этого класса это эпсилон. И, соответственно, сюда помещаются те строчки и только те строчки, у которых правый контекст состоит только из эпсилона. Раз у них правый контекст состоит из эпсилона, то это обязательно какие-то суффиксы, да, вот какие-то такие строчки, что справа от них нельзя ничего дописать. С другой стороны, раз больше там ничего нет, то нигде левее они не встречались. Да, то есть если бы было какое-то вхождение слева, то, соответственно, мы бы в правый контекст еще могли добавить вот этот кусочек, и тогда правый контекст был больше, чем вот этот. Значит, никаких других строк в вот этом классе SC, других никаких строк нет. Здесь лежат только те, которые сейчас только что получили свое первое вхождение. Нигде раньше не встречались, а вот теперь получили. Именно вот из-за этого соображения. Окей? Хорошо. Вот мы и описали новый появившийся класс. Новый появившийся класс, новый появившийся лонгист. Хорошо, пусть появился еще какой-то другой лонгист. Пусть T какой-то еще новый лонгист. Какой-то еще новый лонгист. Тогда, во-первых, T это под строка S. Т это под строка S, потому что все не под строки S лежат в этом вот классе. Все не под строки S, которые сейчас стали под строками SC, они лежат в этом классе, потому что если строка не является под строкой S, то это обязательно суффикс SC. То есть такие строки, которые только что получили вхождение, они где-то вот здесь лежат и не являются под строками S, поэтому они в этом классе. Ну а этот мы уже полностью рассмотрели. Поэтому тот еще лонгист, который мог возникнуть, он обязательно уже был где-то в S, потому что все остальные под строки мы рассмотрели. Так, ну хорошо, значит, T под строка S, значит, она, ну поскольку это уже под строка S, она раньше у нас где-то была, то есть получается она раньше не была лонгистом, а теперь стала. Да, раз раньше она, это новый, то есть теперь это новый лонгист, но раньше уже где-то была, то она как бы раньше не была лонгистом. То есть картинка тогда какая-то такая, смотрите, вот есть строка S, к ней написали в конце C. И есть какая-то строка T, которая является под строкой S, скажем, вот где-нибудь здесь входит, да? Вот здесь вот, вот здесь вот. Ну давайте двумя вхождениями обойдемся. Значит, это какая-то подстрока, которая не является лонгистом в исходной версии S. Тогда, раз она не лонгист, то, во-первых, она не префикс, во-вторых, у нее все вхождения предваряются одним и тем же символом. Мы доказали критерий лонгиста, а раз T не лонгист, то значит она, во-первых, не префикс, во-вторых, перед всеми вхождением стоит одна и та же буква, ну пусть какой-то X. Тут X и тут X. А теперь внезапно T стала лонгистом. То есть раньше не была, теперь стала. Но раз она стала лонгистом, то обязательно появилось какое-то вхождение, перед которым появился какой-то другой символ, не X. Потому что префиксом она уже точно не станет, раз она раньше не была префиксом, то и теперь она не может стать префиксом, раз она раньше встречалась. Значит, единственный способ t стать лонгистом — это получить вот здесь вот вхождение, перед которым стоит новая буква y, не равная x. Согласны? Больше никак нельзя. Значит, давайте запишем. Раз t стало лонгистом, то t — это суффикс sc, потому что она обязательно получила новое вхождение, перед которым стоит новый символ y. Стоит y, отличный от всех предыдущих вот этих вот предваряющих символов. Ну хорошо. Значит, это какой-то такой суффикс, перед которым стоит новый символ. Тогда yt, если я допишу y перед этой строкой t, это уже не под строка s. Не под строка s. Потому что раньше перед t можно было написать только x, а теперь я ищу yt. Но у меня нигде раньше yt не входило, потому что тогда иначе перед t можно было бы где-то написать y. Значит, yt — это не под строка s. Ну, тогда на самом деле мы поняли целиком характеристику вот этой t. Единственный случай, когда t — это какой-то, может стать новым лонгистом. Давайте перечислим. Это, во-первых, суффикс sc какой-то такой. Такой, что если добавить к нему... Сейчас, давайте я отмечу все, что нам нужно. Во-первых, это суффикс sc. Во-вторых, это под строка s. И в-третьих, если дописать вот этот предыдущий символ, уже будет не под строка s. Ну, тогда вроде понятно, что кандидат на это t — он единственный. Это самый длинный суффикс sc, который является под строкой s. Потому что, значит, это суффикс sc, который является под строкой s, но если продолжить его на еще один символ влево, то уже не будет под строка s. Ну, и, соответственно, все более длинные, тем более не будут под строками s. Поэтому вывод такой. Единственный кандидат на t, единственный кандидат на роль t — это максимальный суффикс sc, являющийся под строкой s. Вот такой вывод. Значит, давайте повторю. Мы… вот это рассуждение — все. Значит, мы сказали, что пусть есть какая-то еще новая строчка, которая стала лонгистом в новой строке sc. Тогда мы доказали про нее три свойства. Во-первых, это под строка s, то есть раньше она где-то встречалась. Во-вторых, это суффикс sc. Вот у нее где-то вхождение есть. И, в-третьих, если дописать предыдущий символ перед вот этим вот вхождением t, то уже получится не под строка s. Но тогда понятно, что на роль t может сгодиться только вот эта вот строчка. Максимальный суффикс sc, являющийся под строкой s. То есть такой суффикс sc, который еще под строка, но если дописать один символ слева, то будет уже не под строка. Такая строка единственная. Вот эта вот строка, она единственная, да, потому что если есть, ну, там, ну, да, то есть строка с такими свойствами, она максимум единственная. Потому что если перед ней дописать что-то, и оно перестет быть под строкой, то значит t была максимально возможной по длине. Вывод такой. Когда мы дописали новый символ c, когда мы дописали новый символ c к нашей строке s, у меня появилось максимум два новых класса. Один вот отсюда, и второй вот отсюда. Больше ничего не произошло. То есть новых классов максимум два всего. И это уже очень приятно. Это уже нам позволяет сказать, что, ну, там, вероятно, алгоритм какой-то линейный, раз у нас состояние, каждый раз число состояния увеличится максимум на два. Поэтому это уже нам очень будет приятно. Почему суффикс меньше длины не подойдет? Ну, вот, просмотрим суффикс меньше длины. Тогда, если его продолжить на один символ влево, получится под строка t, а значит под строка s. Поэтому вот это вот не будет выполняться. Так, значит, вывод давайте зафиксируем. Вывод новых состояний. Не больше двух. Не больше двух. Причем одно обязательно появляется, и там туда входят все строчки, которые получили свое первое вхождение. Да, такие строчки, которые раньше нигде не входили, а теперь появились, получили вхождение. А здесь, ну, на самом деле, t уже была под строкой s, но не являлась лонгистом. Да, поэтому тут какой-то класс на самом деле расщепился. То есть, t раньше была в каком-то классе и не была лонгистом. То есть, картинка была такая. Вот здесь где-то t, и там еще что-то. Да, это все был один класс. Один класс, ну, относительно s. Потом пришел новый символ c, и у меня t стало лонгистом. Ну, тогда произойдет следующее. У меня вот этот вот класс расщепится на 2, будет отдельно вот эти вот вершинки, вот эти строчки в одном классе, и вот эти строчки будут в отдельном классе. Да, ну, опять, это из того, что по набору лонгистов у меня однозначно задается разберение на классы. Раз вот это осталось лонгистом, потому что все те, кто были лонгистами, остались. А это стало лонгистом, то, значит, все между ними обязательно отойдут в отдельный класс, ну, а все вот эти вот отойдут в отдельный класс. Да, поэтому просто старый класс расщепится на 2. Или расщепится. Не знаю, как правильно. Так, здорово. Здорово, здорово, здорово. Ну, давайте обозначим s0 как вот то, что я там написал, да, единственный кандидат на роль t. Максимальный суффикс. s, c, являющийся под строкой s. Под строкой s. Вот это нам будет нужно. То есть здесь я предположил, что t это какой-то, ну, то есть новый лонгист, и показал, что если t такой, то есть новый лонгист, то обязательно t равно s0. То есть единственный кандидат на новый лонгист, это вот этот вот s0, который потенциально может не быть новым лонгистом, потому что он раньше уже был лонгистом. Да, то есть мне нужно понять, что вот s0 это какое-то слово там посреди класса или самое длинное. Если самое длинное, то вообще ничего не меняется. Если где-то посреди, то класс нужно расщепить. Вот так. Ну, и можно сразу отметить, что линк от класса, отвечающего s в строчке s обязательно равен классу s0 в s. Давайте тоже это поймем, почему. Значит, вот есть sc и его класс эквивалентности. Напомним, что класс sc — это такие строчки, у которых раньше не было вхождений, которые раньше не входили в s, а теперь входят в s. А есть где-то следующий суффикс s0, который все еще суффикс s, но при этом является по строкой s. То есть у меня сначала идет несколько максимальных, которые не являются по строкам s, потом идет следующее по длине, которое впервые стало суффиксом, который является по строкой s. То есть сначала несколько не под строк s, потом первая по строкам s. Ну и значит, как раз ссылка ведет отсюда сюда. Ссылка ведет отсюда сюда, потому что ссылка — это как раз отбрасывание первого символа до тех пор, пока мы не перейдем в другой класс. А вот эти все лежат в одном классе, потому что у них одинаковое множество вхождений. Это вот только последняя позиция. Только вот эта строка S0 впервые лежит в новом классе, поэтому ссылка отсюда будет ввести сюда. Хорошо. Хорошо. Так, ну давайте Ладно, утверждение, раз у нас все утверждения сегодня. Давайте такое утверждение сформулируем. Значит, меня сейчас, мне хочется описать, как ведет себя множество ребер, которые ведут в какую-то одну конкретную вершину. Пусть V вершина с автомата. Вершина автомата. Рассмотрим все стрелки, которые в нее ведут. Тогда я утверждаю две вещи. Во-первых, на всех этих стрелках написана одна и та же буква. Во-вторых, эти вершинки образуют путь по сувсылкам. То есть, ну скажем, из самой длинной сувсылка ведет вот сюда, отсюда ведет сувсылка вот сюда, ну и так далее. То есть, все вершины, из которых есть стрелка V, это какой-то часть суффиксного пути. Вот такого пути по сувсылкам. Так, как это сформулировать? Да, значит, пусть U1 и так далее, УК это вершины, из которых есть стрелка V. тогда, во-первых, на всех стрелках написана одна и та же буква. Во-вторых, вот эти ушки, ну то есть, одна является сувсылкой другой, вторая является сувсылкой третьей и так далее. Давайте напишу так, линк от U1 равно U2, нет, просто линк от Ui равно Ui плюс первое для любого I. Вот так. Так, ну попробуем это доказать. Значит, давайте нарисуем все строчки, которые лежат в этом классе эквивалентности. Что такое V? Ну, это какая-то самая длинная строка longest от V и несколько ее самых длинных суффиксов. Так, нет, еще хочу. Наблюдение первое. Поскольку все эти строчки не пустые, но не пустые они потому, что пустая строка у нее отдельный, и у нее, значит, тут надо сказать, да, что если где-то входит пустая строка, то давайте посмотрим на то, в каком классе вообще может лежать пустая строка. Пустая строка входит во всех возможных позициях нашей строки S, поэтому ее правый контекст это все возможные суффиксы, потому что epsilon входит везде, и чтобы получить из epsilon суффикс, можно написать к нему любой суффикс. Поэтому правый контекст epsilon это все суффиксы. И это единственная строка с таким свойством, потому что к какой строке можно написать любой суффикс, чтобы получить суффикс. Ну, только к пустой, да, Потому что, скажем, если самую длинную строчку вы дописываете, получаете суффикс, то, значит, исходная имела длину 0 обязательно. Вот. Поэтому, как бы, этот класс, который содержит пустую строчку, это всегда отдельный класс. Давайте я, значит, все-таки запишу. Класс, который содержит пустую строчку, это отдельный класс, который содержит только ее. И эта вершинка всегда будет соответствовать корневой. Корневая вершина. корневая вершина ну потому что как раз да от корня у меня должен быть путь по любому суффиксу чтобы попасть ну чтобы собственно и их принимать у меня должны быть пути по всем суффиксам ну и поэтому как раз в корне будет соответствовать пустой ну как всегда до корень это корень это ипсилон вот значит во всех остальных вершинках во всех нормальных вершинах у меня нету пустой строки поэтому частности вот здесь вот у всех этих строк одинаковый последних символ они все не пустые знаешь последний символ вся одинаковые последний символlesia одинаковые скажем как он является все не пустые поэтому последний символ дина такой скажем это c ну тогда на этих всех ребрах обязательно написано буква c последующие причине вот пусть есть какая-то вершина со стрелкой вот в этом В. Скажем, У КТ. Что такое строчки, содержащиеся в У КТ? Это несколько строк, самые длинные и нескольких и суффиксов. Что значит, что я отсюда могу по какой-то букве, скажем, Д, перейти в В? Это значит, что я любое слово отсюда беру, дописываю к нему справа Д и получаю слово отсюда. Да, взял слово отсюда, дописал Д и получил слово отсюда. Но тогда единственный способ дописать что-то, чтобы получить слово отсюда, это дописать С. Потому что здесь все заканчиваются на С. это как раз мы дописываем в конце одну буковку. Поэтому все эти ребра обязательно одинаковые, на них на всех обязательно написано С. Значит, вот какой-то есть УКТ с переходом по С, там УК минус первая и так далее. Ну что, давайте тогда вот эти вот все УИТы отсортируем по Лену, то есть по длине самой длинной строки, которая там входит. Вот это будет самая длинная, это покороче, покороче, покороче и так далее. У первой будет самая короткая. Но раз не все сюда входят, то, соответственно, все строчки отсюда получаются как какие-то строчки из УИТово плюс С. Ну, значит, вот эти вот две, это скажем, вот эти вот две с приписанными С, потом отсюда приходит там несколько строчек из У второго и так далее, и так далее. Все строчки, они вот так вот объединяются в один большой класс эквивалентности. Причем строчкам из разных классов соответствуют разные строчки здесь, ну, просто потому что здесь, так, надо понять, почему, сейчас. То есть я утверждаю, что если я рассмотрю вот эту вот вершину с максимальным Лен, то это слово будет соответствовать вот этому слову. Затем следующее будет соответствовать там, ну, следующему блоку и так далее. Ну, конечно, просто потому что множество вот этих вот, как бы, сейчас. Значит, класс эквивалентности вот эти вот не пересекаются, то есть тут какие-то слова такие, что после дописывания к ним С получается вот одно из этих слов. И причем все эти слова различные, да, потому что все класс эквивалентности не пересекаются. Поэтому в этих вот вершинках написаны действительно куски какого-то вот этого вот моего, моей вершинки В, которые как-то вот так разбиты на блоки. В самом длинном лежит несколько самых длинных, во втором еще следующий блок и так далее, и так далее. Вот, ну, тогда понятно, что, значит, вот здесь вот, давайте напишем так, что это лонгист от Укатова плюс С. Здесь будет лонгист от Ук минус первого плюс С. Ну, вот по вот этой причине, что у меня самое, как получить самую длинную строчку, нужно среди всех возможных входящих ребер взять самую, самую длинную вершину с максимальным лен и написать к ней С. Поэтому лонгист от В это лонгист от Укатова плюс С. Да, все, соответственно, которые пришли из Укатова тоже это какой-то блок здесь непрерывный, потому что у них длины на один уменьшаются. Возьмем Ук минус первая. Ну, это тоже какая-то новая строка, раз у нее лен максимальный среди всех оставшихся, то это обязательно вот эта строка, ну и так далее. Вот. Мы получили, что, значит, что мы получили? Мы получили вот такую вот вложность всех наших лонгистов. То есть лонгист Ук минус один — это обязательно суффикс лонгист Укатова, лонгист Ук минус два — это обязательно суффикс лонгист Ук минус первого и так далее. Ну и поэтому, и при этом между ними нет никаких суффиксов. То есть, скажем, вот если здесь длина блока 2, то разность длинными вот этими лонгистами точно 2. Ну и как раз отсюда следует, что вот эта вот строчка, это, то есть, ну вот, давайте нарисую ее здесь. Вот эта строчка, это самый длинный суффикс лонгиста Укатова, который лежит в другом классе. Вот отсюда следует, что ссылка будет висеть именно вот так. Потом то же самое, да, рассматриваем следующую строчку, там лонгист у каменов второе. Это опять какая-то строчка в другой вершине, которая является суффиксом Укатова и лежит в другом классе. Ну, значит, опять суффссылка ведет из Укатова в линк, то есть в Укатова второе. И так далее. Получается, что множество вот этих вершинок, из которых есть ребра в В, они действительно образуют такой путь по суффссылкам. Окей? Ну, вроде доказали. Так, ну, видимо, я был слишком самонадеянным, за 3 минуты мы точно до конца не дойдем. Так. Давай тогда сейчас простой случай разберем и на этом закончим. Продолжим в следующий раз. Так, ну вот с этим утверждением мы можем сделать следующее. Вот рассмотрим новый класс, который соответствует строчке SC. Нам сказали, что SC это строка, которая раньше не встречалась. Соответственно, она обязательно является лонгистом и ей нужно завести какое-то свое выделенное состояние. Теперь вопрос. Какие ребра должны вести в него, в это новое состояние? Какие ребра в него ведут? Ну вот мы поняли, что надо взять какой-то путь по суффссылкам, какую-то часть какого-то пути по суффссылкам и провести ребра из всех вершин этого пути в SC. Ну понятно, что должно быть ребро из вершины, которая соответствует S по букве C. То есть нужно провести точно такое ребро. Потом мы берем суффссылку и опять должны провести вот такое ребро по букве C. Ну вот просто из этих соображений. То есть у меня точно должно быть ребро из S в SC, потому что это какой-то старый класс. S было раньше лонгистом. Я дописываю C, должен перейти в новый лонгист, поэтому такое ребро должно появиться. И затем я должен несколько раз взять суффссылку. Да, и для всех этих вершин нарисовать стрелку в C. Вот такое ребро нужно, стрелку по C в новый класс SC. Такие стрелки нужно завести. И так я буду делать, так я буду подниматься по суффссылкам. Тут у меня спуск, но неважно. Значит, я буду так брать суффссылку до тех пор, пока впервые не дойдут до вершины, из которой есть переход по C. Вот если здесь уже был переход по C, то на самом деле нам его нужно будет оставить, ну или там немножко изменить. Главное, что не будет вот такой стрелки. Короче, давайте вот разберемся с этим куском пути. То есть какие стрелки будут ввести в SC. Так, или уже сейчас. Нет, давайте уже не будем. Значит, идея такая, да, что вот как меняется наш автомат при добавлении новой вершинки. Мы смотрим на то, где мы были раньше, где у нас была S, добавляем вот это вот C, берем суффссылку. Если не было ребра по C, добавляем такую стрелку и так далее, и так далее. Потом дошли до первой вершинки P, из которой есть стрелка по C. И, значит, идея следующая, что S0 обязательно лежит вот здесь. S0 обязательно лежит вот здесь. И нам нужно будет с этим состоянием Q еще как-то отдельно поработать. Значит, ну почему S0 лежит здесь? Потому что S0 это самый длинный суффикс, который был под строкой, самый длинный суффикс SC, да, который был под строкой в S. То есть это какой-то суффикс, а здесь мы как раз перебираем все суффиксы, которые можно продолжить строчкой C, символом C, и попасть в какое-то старое состояние. Вот, поэтому S0 будет лежать именно что здесь. И мы точно понимаем, что суффссылка должна из SC вести куда-то сюда, потому что мы сказали, что линк от SC обязательно ведет в S0. Поэтому такую суффссылку мы тоже уже можем определить. Ну все, давайте вот это вот доделаем в следующий раз. На сегодня спасибо. Сегодня все.